известный очень известный актер театр и кино он еще и драматург он и поэт и я бы вот хотел чтобы сейчас он подошел к микрофону я не буду долго вас мучить потому что есть и записки так сказать там целый ряд записок касающихся внутри театральных дел таганка современник почему от скажем на это общение потому что мне нечего ответить а потому что эта история требующая восстановления исторического контекста обещаю только одно что пройдет не совсем немного времени и вам будет рассказано думаю журналами газетами подробно вся драматическая история театра на таганке от ее начала до сегодняшнего дня а теперь поскольку вечер всякий театральный и я просто вспомню то чего давно уже не делал когда-то 12 лет тому назад я сочинил такие театральные пародии хотя и литературные пародии но речь в каждой из этих пародий шла театре на таганке несмотря на то что пародии давние 12 лет все таки уже с той поры прошло я думаю что поэты наши на которых написаны пародии не так быстро меняются как меняется жизнь вокруг нас к сожалению и пародии эти еще не протухли весь цикл называется таганка 75 каждой из этих пародий есть воображаемое интервью чтобы сказал скажем этот или этот знаменитый поэт если бы его спросили что он думает по поводу театра на таганке евгений евтушенко значит если читать маленькое водное слово значит все творчество евгений санченко имеющие отношения к его зарубежным поездкам и впечатлениям то можно наверное это из сэ стихи и прозу то можно наверное вывести две закономерности такие значит во первых выясняется что нет ни одного мало-мальски знаменитого человека в мире прогрессиста с которым бы евтушенко не состоял в близких дружеских отношениях это раз значит и второе вторая часть она уже более так сказать такая драматическая это значит выясняется что практически каждый выезд евтушенко за рубеж если не каждый этот через нас сопряжен с какой-то общем опасностью для его жизни в плохих странах потому что все в общем наймиты мирового империализма так или иначе кидаются на нашего значит евгения санченко вот эта пародия которая имеет отношение к театру на таганке она примерно к этому ракурсу творчества евгений санчей тоже имеет отношение евгений евтушенко мне говорил портовые грузчи джо подпольный лидер левого движения я плохо понимает по-русски женья но знаю что таганка хорошо потягивая свой аперитив мне говорил знакомый мафиоза таганка женя это грандиозно мадонна мне бы этот коллектив душою ощущая ход времен забитая испанская крестьянка сказала мне по-русски о таганка проклятый франко если бы не он звезда стриптиза рыжая эдит сказала деловито сняв рейтузы ты знаешь женя наши профсоюзы считаю что таганка победит о том же сохраняя должный был мне говорили косвенно и ромбин тронат тагор и далай лама и шахин шах фамилию забыл меня пытал главарь одной исход он бил меня под дых и улыбался ну что таганской выкормыш попался она положь блокнот и стань во фронт таганка ты подумай каково мне в сорок лет играть со смертью в прятки но я смолчал я стюжил все в порядке они вторая пародия значит она посвящается таком обстоятельству что в театре на таганке так сказать долгое время периодами так бывало во всех случаях трудно было достать билеты о чем сегодня уже говорилось был период когда сказать вроде у нас была такая особая аудитория воспитаны именно этим театром и когда артисты подходили к театру проходя мимо центрального входа в каком бы ты ни был состоянии в беде ли в болезни ли и так далее как то в общем себя пытаешься подвинтить немножечко привести в порядок потому что для этих замечательных людей действительно но но грех не играть иначе зачем тогда вообще играть и заниматься этой профессии это были какие-то люди особые они были с каким-то удлиненными и и такими знаете и интеллектуально голодными лицами с какими благополучия не не расист почему показывают такие удлиненные лица так сказать и такие замечательные люди но просто как сказать мне хочется подчеркнуть момент страдания что они стоят и днем и ночью там за этими за билетами вот стояли скажем так вот и и когда входишь театр и смотришь зал где же эти замечательные лица во время которых хочется сегодня как-то немножко растратиться то этих лиц в зале нет огромный процент все-таки странных людей на которых страшно даже играть что они во-первых ну во-первых молча во-первых такое знаете такое в зале все время может вам знакомить состояние аудитории такое благожелательное оцепенение не то чтобы скамерия нет не то чтобы агрессия нет ну такое знаете вот что ты не сделай вот сделай своих ракири так сказать вы внутренности кской покажи залу все время в зале такой знаете забавно забавно потом выяснилось в итоге так сказать путем разных опросов так сказать и так далее так далее потом выяснилось какое количество куда билетов утекает хотят трудно проверить ну как сказать ну вариши доставала всех мастей это вот этот народ и самое это парадоксальное самое страшное заключается в том что мы в свое время как театр возникли то но я пришел чуть попозже но на почве социальной ненависти к этим людям что называется и к этим и к другим но примерно к этому клану а теперь значит эти люди в результате нашей борьбы просто сидят в зале а мы выходим и за их собственные деньги обрушу им на них наш социальный гнев а они в силу малого количества прочитанных книжек почти никогда не понимает о чем мы значит ну ладно это все так сказать такая такая такие разговоры так вот про отсутствие билет в театр на таганке когда-тошние вот пародина другого знаменитого нашего поэта близко в театра на таганке на андрея вознесенского таганка девочка пижонка дрянь что ж ты наделала только глянь апокалипсис всея москвы толпа таскалившись крушит замки даешь билетики а им в ответ билетов нету ти физкульт привет такое скопление людей я видел только трижды в жизни во время студенческих волнений в гринвич вилледж на фресках секейроса и фильмах бандарчука ладно брить жилечка чернявый бес вы были джинсиках осталия без очкарик свитере второй тювье о как вам свистнули по голове профессор запада заморский гость где же ваши запонки а так же трость знаменитости стояли особняком банионис кричал я гойя ему не верили все знали что гойя я ассирша в ботиках и в бигуди в обиток господи не погуби а то лобазники а то рвачи как ваши блазеры трещат в ночи пусть мир за стеночкой ревет в ряду сижу застенчивый в шестом ряду следующая пародия следующая не уже не имеет никакого предисловия не нуждается в нем поскольку написано на на самого наверное знаменитого русскоязычной поэзии поэта включая пушкина исключая может быть только николая добронравова это роберт рождественский может это прозвучит резко может это прозвучит дерзко но в театр я хожу редко от таганку и люблю с с детства вспоминается тот такой казус вспоминается тот такой случай подхожу я как-то раз к кассе так скромно как по простой слуцкий я говорю по преодолев робость анна народищу кругом по пропасть мол поскольку это я роберт то нельзя ли получить пропуск а кассир у них точь-в-точь робот смотрит так что по прямо дрожь сводит ну что с того что ты роберт туда до черта вас таких ходит больше думаю себе дурный а в толпе уже глухой робот да сейчас любой олень в тундре объяснить вам кто такой роберт в мире нет еще такой стройки в мире нет еще такой плавки чтобы ей не посвятил строчки чтобы и не уделил главки можно вермова знать socially можно фета попропроприст까지 платцы можно вовсе не читать побывая но всему же есть победил Братцы. Но меня, чтобы я не стал дыраться, попроводили до дверей группой. Я Татаганку и люблю, братцы. Мне нехороший там народ. Грубый. Аплодисменты.